Давайте поприветствуем первого докладчика, Андрея Федоровича Губкина, научный сотрудник институт физико-института. Здравствуйте! Меня зовут Букин Андрей Федорович. Я являюсь сотрудником лаборатории нейтронных исследований вещества института физики металлов РАН. С темой моего доклада «Возможности метода порошковой дифракции нейтрона для исследования особенностей кристерической структуре и магнитных явлений». Доклад был прочитан мной буквально два месяца назад на юридической школе физико-института ФФКС. Я практически ничего не менял, в таком же виде считаю, для слушателей университетской школы. В общем-то, я бы еще хотел сказать слова благодарности ребятам, которые организовали эту школу. То есть вы большие молодцы. Это очень полезная работа, потому что, насколько мне известно, когда я был студентом, я о подобных школах не слышал. То есть у вас есть очень хорошая возможность посмотреть на то, чем сейчас занимаются научные сотрудники в университете, в институте. Очень хорошее явление. Итак, давайте ближе к делу. План доклада состоит из двух частей. В первой части я буду говорить о структурной вегенографии и нейтронографии. Здесь я дам небольшой экскурс в историю развития данного метода. И во второй части я буду больше говорить о нейтронах и именно о магнитном рассеянии нейтронов. То есть о исследовании магнитных явлений при помощи нейтронографии. Итак, что такое дифракция? Просто определение. По определению существующего дифракция — это явление, которое проявляет себя как отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн в неоднородной среде этого. То есть фактически по дифракции мы понимаем явление, когда острые волны заходят в область геометрической тени, как бы огибают препятствия в случае, когда размеры препятствия коррелируют примерно с другой волной. Значит, явление дифракции впервые наблюдалось итальянским монахом Манческо Майагри Мальди. Собственно, его работа была опубликована уже после смерти монаха в 1665 году. И название данному явлению также предложил монах, когда происходит с латинского слово «differenger», то есть разбивать на кусочки, разламывать. Значит, чтобы понять физику дифракции, мы должны для начала понять принцип Гюггенса Фринера. Значит, принцип Гюггенса Фринера заключается в том, что каждый элемент волнового фронта мы можем рассматривать как центр историчного внушения, порождающего исторично-физические волны, а результирующее световое поле в каждой точке пространства определяется интерференцией этих волн. Значит, вот та часть этого принципа, которая касается вторичных сферических волн, это было сформулировано Гюггенса, а вот вторая часть, то, что касается интерференции, это уже через 150 лет примерно только было сформулировано Фринелем. Значит, пример реализации принципа Гюггенса Фринеля, это, ну, всем известен, например, еще со школы, по-моему, значит, толстая луна набегает на экран, в котором имеется щель с характерным размером порядка длины волны. То есть мы видим, что после этого экрана распространяются сферические волны. Теперь, если мы чуть-чуть усложним задачу, у нас на экране теперь две щели, то мы видим, что две сферические волны, которые распространяются, интерферируют между собой, и мы, если поставим сейчас экран, после, экран после вот этих щелей, на неком расстоянии, то на экране мы с вами увидим простейшую дифракционную картину, то есть здесь будут дифракционные максимумы, дифракционные минимумы. Значит, следующий важнейший этап в развитии дифракционных методов, это, конечно же, открытие рентгеновского излучения Уильямом Коннорадом Рентгеном. То есть это излучение он открыл случайно, в 1895 году, когда экспериментировал с трубками Ленарда Крокса. То есть рентген не понимал природу этого излучения, он не знал свойств, это абсолютно что-то неизвестно для него, он так и назвал «экс». Ну, то есть, что обозначит, что излучение неизвестно. С легкой руки рентгена в англоязычной литературе теперь используется термин «экс рейс». В русскоязычной мы обычно говорим о рентгеновских излучениях, то есть честь рентгена. Естественно, рентген... Нет, назад вернуться нужно. Рентген начал экспериментировать с излучением, пытаться понять его свойства, и, естественно, он вставил на пучок разные образцы и смотрел, что происходит при облучении. Вот, видимо, как-то раз в лабораторию разошла жена рентгена, но рентген не упустил возможности, поставил на пучок жену. То есть, это произошло 22 декабря 1995 года, это первый в мире рентгеновский снимок рука жены, видимо, рентгена. Это перстень на руке, да. Значит, за свое открытие рентген был выстоян первой его в истории вообще Нобелевской премии по физике в 1901 году. Значит, следующий важный этап – это открытие дифракции рентгеновских лучей на кристалле, которое было сделано группой немецкого профессора Макса фун Лауэ. То есть, вот Лауэ Граммас, кристалла сульфида меди, получен в 1912 году. За открытие явлений дифракции рентгеновских лучей на кристалле, Макса фун Лауэ также был достойен Нобелевской премии. Следующий важный этап – это 1913 год. Открытие закона Вульфа-Брега. Независимо от того, как был бы этот закон, был установлен британскими физиками, отцом и сыном Брегами, и российским физиком Георгием Викторовичем Вульфом. В российской литературе мы обычно обозначаем этот закон как закон Вульфа-Брега. В западной маткологичной литературе больше принято обозначение просто «break's law» – закон Брега. Фамилию Вульфа обычно опускают. Что в себя представляет закон Вульфа-Брега? То есть, вот характерный рисунок, то есть, это фактический интерферационный принцип. То есть, фактически, что это такое 2d70t? 2d70t – это оптическая разность хода. То есть, когда разность хода равна целому числу дин-волн, мы имеем интерферационный максимум, то есть, наблюдается дифракция. Уникальная закона Вульфа-Брега заключается в том, что он связывает с одной стороны структурный параметр d, то есть, это межплоскостное расстояние, расстояние между параллельными плоскостями какой-то системы плоскостей. И, с другой стороны, он связывает параметры рентгеновского пучка. Это угол θ, угол падения, да, и дин-волн и λ. То есть, что это означает? Это означает, что, при помощи закона Вульфа-Брега мы теперь можем исследовать кристаллическую структуру твёрдых тел, используя рентгеновское излучение. То есть, фактически, закон Вульфа-Брега положил начало новому направлению физики – это структурная кристаллография. Значит, за данное открытие отец и сын Бреги были удостоены Нобелевской премии. Здесь можно дать несколько комментариев к закону Вульфа-Брега. Значит, в реальных кристаллах на самом деле никаких плоскостей не существует. То есть, это надо четко понимать. Кристалл – это дискретный набор рассеивающих атомов. Значит, дифракция, в данном случае, будет иметь место только для какого-то дискретного набора направлений, который определяется углами, Бреговскими углами 2 θ. Ну и в направлениях, которые определяются данными углами, дифракционный максимум происходит в результате, так называемой, конструктивной интерференции. То есть, когда, как я говорил, разность кода равна целому числу Бинвова. Ну, вот такая красивая картинка, как это выглядит. Примерно, это схематическое изображение. Итак, далее. Впервые построить теорию, количественную теорию, дифракции нгеновских лучей на кристалле удалось Максу фон Лауэ. Значит, и здесь я буду говорить о так называемой интерференционной функции Лауэ. Вот она записана. То есть, эта функция фактически определяет интенсивность рентгеновского рассеяния при дифракции на кристалле. Она состоит из трёх компонентов. Первая компонента — это ИЕ. Вторая компонента — сложное изображение с синусами. И третья компонента — это квадрат. Давайте рассмотрим простейший эксперимент. У нас рентгеновский пучок слонным вектором С0 падает на объект, который из себя представляет вот такой комплекс элементарных ячерек. М на Н на Н размерность. Пучок рассеивается слонным вектором С под углом 2 θ, и вектор рассеяния в данном случае С-С0. Давайте начнём по порядку. Первый член — Е. Е — это так называемый член, который определяет томсоновское рассеяние. По определению томсоновское рассеяние — это упругое рассеяние электромагнитного излучения на заряженных частицах. То есть электрическое магнитное поле падающей волны ускоряет частицу, ускоренная частица излучает электромагнитные волны. В случае, когда энергия падающей рассеянной волны не изменяется, мы имеем в случае упругового рассеяния, то есть томсоновского рассеяния. Вот записано выражение, известное для томсоновского рассеяния, и здесь у меня есть небольшой вопрос к изоляторию. Мы всегда считаем, когда говорим о рентгеновском излучении, мы говорим, что рентген рассеивается на электронной оболочке. Потому что электроны заряженные, в соответствии с принципом томсоновского рассеяния, они переизлучают падающие на электроны рентгеновского излучения. Ядро тоже состоит из заряженных частиц. Есть нейтроны нейтрами, а есть протоны заряженные. Почему можно игнорировать рассеяние на ядре, на протонах, глядя на эту формулу? Это можно сказать? То есть электроны рассеивают, а рассеяние на протонах пренебрегает. Масса, конечно. Масса электрона и масса протонов отличаются грубо в 2000 раз. Квадрат дает 4 миллиона знаменателей. То есть даже рассеяние на одном электроне в 4 миллиона раз сильнее, чем рассеяние на одном протоне. То есть рассеяние от ядра игнорируем. Понимаем, что рентгеновское излучение рассеивается только на электронной вруточке атома. Дальше. Второе члено отражение на пункте лавы — это отражение с синусами. Я взял здесь только одну. Если мы возьмем и построим в маткаде функцию интенсивности вот от такого аргумента, допустим, для трех ячеек и для двадцати ячеек, то получим две такие картинки. В чем разница между этими картинками? Во-первых, для трех элементарных ячеек мы видим, что пики достаточно широкие. Для двадцати элементарных ячеек пики уже очень узкие. Ну и интенсивность. Здесь порядка 400, здесь примерно в 40 раз меньше. Получается, чем больше элементарных ячеек участвует в акции рассеяния, тем уже дифракционные пики и тем выше интенсивность дифракционных максимумов. Данный принцип мы используем для того, чтобы в дифракционном эксперименте оценить характерный размер рассеивающих кристаллитов. То есть, если мы проводим эксперимент на дифракционном порошке, у нас порошок — это большое количество кристаллитов случайно ориентированных. То есть, вот из такого дифракционного эксперимента мы можем, в общем-то, по характерной ширине рефлекса и зная функцию разрешения прибора, оценить размер кристаллитов. То есть, сколько там? 100, 200, 300 нм. Обычно такие размеры. Так, далее. Теперь давайте еще раз посмотрим на этот член с синусами внутриференционных функций лауэ. И мы можем видеть, что это выражение имеет максимум, когда выполняются три таких условия. Три уравнения называются дифракционными уравнениями лауэ. Чтобы понять, что означают эти уравнения, нам нужно будет ввести концепт обратной решетки, но это будет дальше-дальше приметь период. Итак, обратная решетка. Обратная решетка вводится следующим образом. Пусть у нас А, Б и С — это некий набор элементарных трансляций в прямом пространстве, тогда, если мы определим А звездочка, Б звездочка и С звездочка из таких уравнений, то решетка, построенная на этих трансляциях А звездочка, Б звездочка и С звездочка, будет являться обратной. То есть, это абстракция. В реальных объектах нет никаких обратных решеток. Это математическая абстракция, которая нужна нам для того, чтобы понимать явление дифракции. Пример обратной решетки для двухмерного случая. Это прямое пространство, то есть мы видим элементарная ячейка в прямом пространстве, это элементарная трансляция А, элементарная трансляция Б. Это серия плоскостей. Мы видим, что вот эта плоскость отсекает один параметр ячейки по оси А и пол параметра ячейки по оси Б. То есть индекс Миллера данных в системе плоскостей D 1, 2. Тогда эта система плоскостей в обратном пространстве будет соответствовать узел с индексами 1, 2. То есть, если мы возьмем какую-то систему плоскостей типа 1, 1, вот так она пойдет, не ровно сложно провести лазер. Это даст мы делаем 1, 2. Тогда все наборы систем плоскостей дадут некий набор точек. Вот это вот обратная решетка. Далее. Теперь давайте зададим в обратном пространстве некий вектор R. Коэффициенты P1, P2, P3 могут быть определены следующим образом. Тогда если мы перепишем теперь вектор R, он будет выглядеть таким вот образом. А теперь давайте условимся о том, что вектор R удовлетворяет дефракционным условиям. То есть R – это вектор рассеяния. Тогда выражение для вектора рассеяния может быть записано следующим образом. Ну, это простая математика, это не углубляет. Что это означает? Это означает, что в случае, когда произведение вектора рассеяния на обратную длину волны в точнице совпадает с любым из векторов обратного пространства, вектором обратной решетки, мы имеем условие дефракционного максимума. То есть еще раз. Вот понятно, да, что здесь написано? То есть вот это λa, kb, c – это просто hkl, это какие-то любые индексы любых плоскостей. В нашей решетке. А, b, c – это элементарная трансляция в обратном пространстве. То есть фактически вот это какой-то произвольный вектор обратной решетки. То есть если мы перелистнем назад, можно назад перелистнуть. Это вот один из любых векторов в обратном пространстве, который связывает нулевой узел и какой-то узел 1-1, 2-1. Значит, чтобы понять графически, представить себе вот эти вот уравнения дефракционных условий Лауэ, мы сейчас воспроизведем то, что было сделано Эвальдом в начале 20-го века, и теперь вот это построение носит название построения Эвальда. Значит, ну, опять же, возвращаемся к нашему простейшему эксперименту. У нас есть рентгеновский пучок, который падает на рассеивающий центр волной вектора, S0 – это падающий пучок, S – дефрагирующий пучок. Теперь давайте мы возьмем, наложим на эту картинку рассеяния обратную решетку, вот эти точки обратной решетки. То есть что мы видим? С0 – вектор падает на нулевой узел, это вектор рассеянного пучка, угол бреверский, два тента между этими векторами. Так вот, дефракционные уравнения Лауэ говорят о том, что в случае, когда конец вот этого вектора рассеянного пучка утыкается в какой-то узел обратной решетки, мы имеем условия дефракционного максимума. Это что означает? Это означает, что все узлы, все вот эти точки, которые лежат на поверхности сферы Эвальда, для них выполняются условия дефракционного максимума. То есть сканируя по углам два тента, мы можем записать интенсивность каждого вот такого рефлекса. То есть это построение для монокристалла. Теперь давайте усложним задачу немножко. Переверем слайд. Случай построения Эвальда для порошка. Как я уже говорил, порошок – это большое количество случайно ориентированных кристаллитов. Если у нас имеется большое количество таких кристаллитов, это означает, что у нас набор векторов обратной решетки дефракционного максимума. Вот они описывают в обратном пространстве некую окружность своими концами. Это окружность на сфере Эвальда, и это окружность с плоскостью перпендикулярной падающему пучку S нулевое. Тогда, если вектор рассеянного пучка, ну дефрагирующего пучка, вектор S своим концом описывает эту же окружность, то мы имеем условие дефракционного максимума. Это что означает? Это означает, что вектор S фактически едет по окружности и описывает некий конус. Вот этот конус называется Дебаевским конусом. Еще раз, чтобы было более наглядно я объясняю. Допустим, рентгеновский пучок идет из пола, поднимается вверх, падает грудная клетка, это образец. Тогда от образца дефрагированный пучок будет рассеиваться как конус, вот так. Понятно, да? Перелистываем слайд. Вот, поскольку у нас в реальных объектах имеется набор систем плоскостей, то мы можем иметь набор дифракционных Дебаевских конусов. Теперь, если мы будем сканировать детекторы в патериальной плоскости, у нас в детекторе есть в патериальной плоскости по углам 2 θ, то каждый раз, когда детектор пересекает Дебаевский конус, мы будем регистрировать детектором скачок интенсивности. Теперь, если мы построим функцию интенсивности от угла 2 θ, мы будем видеть вот такую картинку с максимумом интенсивности. Эта картинка называется рентгеновская дифрактограмма. Значит, впервые такой эксперимент был поставлен в 1916 году Питером Дебайем и Пауэлем Шерером. Вот, по помощи такого прибора. То есть видно, здесь в центре монтировался образец, а по периметру этой камеры Дебайя-Шерера вставлялась фотопленка. Тогда на фотопленке, после получения образца рентгеновским пучком, выдержали час примерно, на фотопленке Дебайя и Шерера зарегистрировали вот эти фрагменты дебайевских комиссов. Это была первая дефрактограмма в таком виде. Сейчас они, конечно, записываются при помощи компьютера в численном виде. Далее. Теперь возвращаемся к интерференционной функции Лауэлла и третий фактор. f квадрат, он называется структурный фактор. Структурный фактор описывает дифракцию от одной элементарной ячейки, от внутренней структуры одной элементарной ячейки. То есть по структурному фактору мы можем установить внутреннюю структуру одной элементарной ячейки. Если мы говорим, что F-квадратный структурный фактор, то просто F называется структурной амплитудой. Выражение для структурной амплитуды состоит из двух частей. Такая экспонента, в которую входит Rn — это координаты атомов в элементарной ячейке. И Fn — это так называемый атомный форм-фактор, который говорит о том, что рассеяние рентгенских лучей от атома зависит от формы электронной оболочки. И так, давайте подведем первый итог. Какая информация закодирована в обычной порошковой рентгенограмме? Во-первых, позиции рефлексов, позиции по шкале 2 Тетто. Из закона Гульфа-Брекот мы всегда можем найти межплоскостные расстояния D. Из межплоскостных расстояний D мы можем получить, во-первых, параметры элементарной ячейки, т.е. это элементарная трансляция А, Б и С и углы между ними А, БТ-гамма. И также установить симметрию кристаллической ячейки. Ну, я в симметрию не углубляюсь. В университете, по-моему, на физпрактику меня об этом говорят. В Минновской лаборатории. Далее. Интенсивность рефлексов. Из интенсивности рефлексов, вытаскивая структурный фактор, мы можем получить, во-первых, позиции атомов в элементарной ячейке, т.е. точные координаты атомов. Дальше. Тепловые смещения атомов от идеальных позиций. И третий. Факторы заселённости позиций. Т.е. атомы могут не на 100% заполнять позиции на 50, на 20, на 30. По-разному. И, наконец, третья информация – это ширина рефлексов. По ширине рефлексов мы можем судить о характерных размерах когерентно-рассеивающих доменов и о микронапряжениях кристаллической решётки. Давайте далее. Значит, основные порошковые дифотометы, которые существуют на сегодняшний день. Самый доступный и самый простой, который есть в университете, на физтехе, на физфаке, есть в институте физики металлов – это рентгеновский дифрактометр. Т.е. он достаточно недорогой прибор по мировым меркам. Его отличительная особенность заключается в том, что интенсивность рентгеновского излучения от рентгеновской трубки невелика. Поэтому типичное время записи одной дифрактограммы – это всего часы. Два-три часа для сложных образцов – восемь часов, десять часов. Второй, я его назвал неправильно синхротрон, это всё-таки станция на синхротронном источнике излучения дифракциона, станция на синхротроне. Значит, синхротрон – все знают, что такое. Большой бублик, где раскручиваются электроны. Электроны, которые разогнают добычную сквозь и тормозятся, при торможении они излучают рентгеновское излучение. Особенность синхротронного источника рентгеновского излучения заключается в том, что там гигантские интенсивности. То, что мы на рентгеновском дифрактомете лабораторно будем мерить в течение суток, на синхротроне будет записано в течение 30 секунд. То есть там моментально интерфракционный спектр снимается. И третий тип приборов – это нейтронный дифрактометр. Из названия понятно, что эти дифрактометры обычно строятся вблизи нейтронных источников излучения. Нейтронные источники излучения делятся, грубо очень, три типа. Это стационарные обычные ядерные реакторы исследовательские. Такой реактор есть у нас в Заречном около Екатеринбурга. 10-ти мегаваттный ИВР-2 реактор. Там есть вот такие протонеры. Второй тип нейтронных источников – это импульсные реакторы. В Подмосковье, в городе Дубна, есть импульсный реактор ИВР-2 во время пролетной техники. И третий тип источников – это источники исполейшн-типа. Когда протоны ускоряются, протоны долбят в мишень, и с мишенью при бомбардировке протонами испаряются нейтроны. На этих нейтронных источниках на нейтронах тоже можно делать реакционный эксперимент. Немножко истории о нейтронах. Нейтрон был открыт в 1932 году в эксперименте по облучению альфа-частицами бериллиевой мишени. Открытие было сделано Сэром Джеймсом Чидриком. В 1935 году он был достойным открытием Ноголевской премии. А уже в 1946 году американцы Эрнст Волан и Клиффорд Шау в Национальной лаборатории ОКОИШ проводят первый нейтрон-дефракционный эксперимент. Клиффорд Шау в 1994 году в том числе и за этот эксперимент был удостоен также Ноголевской премии. Давайте теперь сравним рентгеновское и нейтронные излучения. Итак, рентгеновский фотон не обладает массой, не обладает магнитным моментом. Нейтрон – это частица, которая обладает массой и обладает магнитным моментом. Далее рентгеновские фотоны рассеиваются электронными оболочками атомов. Нейтроны рассеиваются ядрами атомов и незаполненными электронными оболочками, которые обладают магнитным моментом. То есть нейтрон обладает магнитным моментом, и оболочка, допустим, атом железа обладает магнитным моментом. Два магнитных момента взаимодействуют через дипольное взаимодействие, происходит процесс рассеяния. Соответственно, амплитуда рассеяния, интенсивность рассеяния здесь пропорциональна количеству электронов и, соответственно, пропорционально порядковому номеру элементов. Здесь амплитуда рассеяния не зависит от порядкового номера элемента. Здесь мы имеем сильную формфакторную зависимость для нейтронов. Для ядерного рассеяния нейтронов формфакторной зависимости не существует. Это константа. Доступны длинные волны. Вот такой вот интервал здесь, такой интервал. Ну и, наконец, разрешение прибора. Сверхвысоким для рентгена считается разрешением для ТДНД порядка 10 минуты четвертой. Высоким просто разрешением порядка 10 минуты третьей. То есть на лабораторных приборах 10 минуты третьей легко. В университете есть брокер. Для нейтронов требования более грубые. Высоким разрешением считается 10 минуты третьей. Есть прибор. Сейчас построен новый прибор у японцев на источнике Spolation типа J-Bug. Они называют свой прибор Super HRPD. Super High Resolution Powder Tractometer. Они за счет гигантской пролетной базы и очень высокой интенсивности этого источника обеспечивают разрешающую способность порядка 10 минут за четвертой. Далее. Теперь давайте посмотрим на примеры экспериментов, когда мы используем рентгеновское исключение и нейтронное исключение. Итак, из нашей практики есть такой интермезорит типа пазы лабиса R-GIFRM2. У нас стояла задача определить координаты водорода в гидриде данного интермезорита. То есть у нас были такие гидриды с такими химическими формулами. Нужно было узнать координаты водорода в элементарной чеке и понять заселенность атомных позиций. Давайте посмотрим на эти атомы с точки зрения рентгеновского излучения. Итак, R-B – это большой атом, 68-й порядковый номер, 68 электронов. Он хорошо виден с точки зрения рентгеновского излучения. Железо – 26 электронов, тоже хорошо виден. Водород – один электрон, который еще водород имеет свойство связи смещаться и далее. Увидеть из рентгеновского, из эксперимента по рентгеновскому растению координаты водорода практически нереально сейчас делают работы на современных синхротронах и пытаются за счет гигантской интенсивности синхротрона и очень хорошей статистики дифрактограммы посчитать координаты атомов водорода. Но это всегда определяется с очень большой погрешностью. И потом, когда начинают анализировать люди при помощи разных алгоритмов эти данные, возникают ошибки. Поэтому, если перед вами стоит задача обнаружения координат водорода в лимитарной чеке, то нужно понять, что рентген – это очень плохой метод в данном случае. С точки зрения нитарна, давайте посмотрим на эти атомы, на этом рисунке изображены сечением рассеяния для всех атомов с периодической системы элементов. То есть, оно носит вот такой нерегулярный характер, как я говорил, четкой зависимости нет. Тут эрби, тут железо, тут водород. Водород, с точки зрения нейтрона, обладает тоже существенным недостатком. Он хорошо виден, в общем-то, но у водорода гигантское сечение некогерентного рассеяния. А дифракционный максимум и вся полезная структурная информация, она обусловлена когерентным рассеянием. Поэтому эксперименты на нейтронах с водородом, они тоже не очень хороши, они тоже обладают существенной поврежденностью. Там будет большой фонд на рентгенограмме за счет гигантского некогерентного рассеяния от водорода. Поэтому мы очень часто делаем изоэлектронное замещение. То есть, водород в этом соединении меняем на изотоп нитерий. То есть, химические свойства те же, вроде нитерия паса побольше, потому что там два нейтрона в отличие от водорода. Теперь, сделав такое замещение, на нейтронах можно снять дифракционную картинку, перевеснем. Она, в общем-то, позволяет вполне рассчитать координаты атомов водорода и факторы заселенности. Вот здесь вы видите, красный – это рентген, синий – это нейтроны. То есть, видно, что на рентгене большой фонд. Вот эти мелкие рефлексы, которые видны на нейтронах, на рентгене просто не видны. Ну вот, то есть, мы обсчитали эту нейтронограмму, была сделана вот эта работа. Маленькие рефлексы, они, как оказалось, сыграют существенную роль. Вот картинка такой пастороль. То есть, кристаллическая структура данного интернеталида. Далее, следующая работа, следующий пример использования нейтронов для реальной исследовательской сдачи – такой среди них оксид, диоксид хрома – это полуметалл. Он синтезируется в виде таких нано-порошинок. Они имеют сильно низотропную форму. То есть, вот, с искреннирующего электронного микростопа, картинка, 37, получается, нанометров по перечинке – это палочка. И длина палочки примерно, ну, почти 400 нанометров. То есть, очень принезатопная форма. Как я говорил, вот, когда мы разбирали свойства функции Лауэ, что ширина дифракционного максимума зависит от количества элементарных ячеек. Понятно, что количество элементарных ячеек в этом направлении, оно в 10 раз превышает количество элементарных ячеек в этом направлении. Это что означает? Означает, что в дифракционном эксперименте все дифракционные рефрекции от плоскостей, которые направлены как-то параллельно оси вот этой порошинки, они будут у нас широкие. И, соответственно, рефрекции от плоскостей, которые перпендикулярны этой порошинке, поскольку в данном направлении мы говорим на данных ячеек, они будут узкие или более интенсивные. Давайте перерестим слайд. И это просто вот видно две дифракционные картинки. Значит, вот в базовой дифракционной картинке, которую мы получили, видно, что вот этот рефлекс, который мы получили, он хуже, и интенсивнее этот рефлекс, типа 0.02, то есть от плоскости, которая перпендикулярно оси порошинки. Порошинки растут в золи кристаллогерфического направления С. Мы ввели в модель анизотропию порошинок, отфитинговали эту модель, получили вот эта вот модельная порошинка, вот эта вот порошинка реальная. В общем-то, модель очень неплохо описала реальный образец. И благодаря учёту анизотропии порошинок, мы смогли прецензионно определить структурные параметры для данного соединения. Были построены такие температурные зависимости параметры от элементарной ячейки, и так мы из этих температурных зависимостей структурных параметров сделали определённые роды в этой работе. Далее. Итак, по структурной части мы закончили, переходим к магнитной нейтронографии. Далее. Давайте рассмотрим эксперимент следующего типа. Нейтрон, который обладает магнитным моментом, который записывается в такой формуле. Налетает на наш образец и рассеивается под бреговским углом два θ. Значит, вектор рассеяния в Q. Данная задача решается при помощи так называемого золотого правила Фермия. По смыслу своему золотое правило Фермия определяет вероятность перехода квантово-механической системы с какими-то начальными параметрами К, И это волновый вектор, сигнар, спин, гамма, длина волны. То есть квантово-механическая система с такими параметрами после взаимодействия с потенциалом В переходит в состояние вот с такими параметрами. Вероятность такого перехода рассчитывается по этому выражению. Значит, давайте посмотрим на это выражение. В левой части выражение называется дифференциальное сечение рассеяния. По своему смыслу дифференциальное сечение рассеяния это фактически интенсивность. То есть это вероятность, в которой нейтрон будет рассеян в элемент телесного угла d-омега с энергией d-e. Здесь записан закон сохранения энергии. Поскольку мы рассматриваем в случае упругого рассеяния, у нас дельта-функция 5-личка. Все про вклад энергии забываем. Он интересен только в случае неупругого рассеяния. И теперь нам остается корректным образом задать потенциал взаимодействия. Как я уже говорил, нейтроны взаимодействуют с ядром атома и с магнитным моментом. Нескомпенсированных электронных эволочек. Тогда потенциал взаимодействия дояденного взаимодействия списывается при помощи вот такого выражения. Это выражение называется псевдопотенциал Фермии. Свойства данного взаимодействия – оно изотропное и оно короткодействующее. Благодаря этим свойствам нейтроны не демонстрируют у нас форм-факторной зависимости, которая присуща рентгену. Далее, магнитное взаимодействие. Как я уже говорил, диполь-дипольное, магнитный момент нейтрона взаимодействует с магнитным моментом атома. Потенциал дипольного взаимодействия списывается таким образом. Это взаимодействие, а не изотропное и дальнодействующее. Далее, рассматриваем первый вклад. Решение этого выражения вот таким вот образом. Что здесь есть? Здесь есть дельта-функция. По факту, это и есть наше дефракционное условие лавы. То есть рассеяние будет происходить тогда и только тогда, когда вектор рассеяния совпадает с каким-то вектором обратной решетки. И выражение под знаком суммы называется структурная амплитуда, о которой я говорил. Когда у нас один атом в элементарной чеке, это просто константа. Когда у нас несколько атомов в элементарной чеке, это вот такое выражение, такая экспонентная. Далее, магнитное рассеяние. Здесь можно сказать, что магнитное преимущеение может иметь периодичность, которая отличается от кристалла химической, от структурной периодичности. Например, феромагнетик, сам простой железо, допустим. Магнитные моменты смотрят все одинаково вверх. То есть период магнитной... То есть магнитная элементарная ячейка полностью совпадает со структурной элементарной ячейкой. То есть периодичность совпадает. Антиферомагнетик. Моменты смотрят с противоположной стороны. Видим, что магнитная элементарная ячейка в два раза больше структурной элементарной ячейки. То есть периодичность увеличена в два раза. Вот это явление характеризуется вектором Тау. Этот вектор мы называем волновой вектор магнитной структуры. Или в английской литературе есть устойчивый термин – это propagation vector. Этот вектор характеризует периодичность и направление волны магнитной структуры. Я об этом скажу подробнее чуть позже. Решение выражения для потенциала магнитного взаимодействия выглядит вот таким вот образом. Здесь в тот же дифракционном условии Лауэ, только добавилось вот этот Тау. Тау – вектор, который, как я сказал, характеризует периодичность магнитной структуры. То есть это что означает? Это означает, что дифракционное условие у нас выполняется для некоторой точки в обратной пространстве, которая сдвинута от узла обратной решетки. Это означает, что на реальном дифракционном эксперименте вокруг ядерных рефлексов мы будем иметь магнитные сателлиты. То есть на нейтронограмме у нас будет ядерный рефлекс, рядом с ним два магнитных сателлита в простейшем случае. Далее, вот это выражение на следующем сайте. Это называется магнитный структурный фактор. По своему смыслу магнитный структурный фактор несет в себе информацию о взаимном передачении магнитных моментов в элементарной ячейке. То есть моменты могут быть ферромагнитным образом порядочными, антиферромагнитным образом. Магнитная структура может быть какой-то сложной некомпланарной, вот так вот смотреть. Она может быть геликоидой, описывать вот такую винтовую спираль. Она может быть спиновой волной, там у меня будет пример спиновой волной и так далее. Все эти типы магнитных структур можно вытащить из магнитного структурного фактора. Теперь я говорил о том, что у нас есть наш волновой вектор. Что это такое? Что такое формулизм волнового вектора? Магнитную структуру в кристаллах мы аппроксимируем плоской волной. То есть мы считаем, что магнитная структура в кристалле – это практически плоская волна. Уравнение до плоской волны вы все знаете. То есть вот оно в фактически записано. Это что означает? Это означает, что зная магнитный момент в нулевой элементарной ячейке, и зная волновой вектор магнитной структуры, и зная координаты атома в какой-то n-элементарной ячейке, мы через это выражение всегда можем определить магнитный момент в какой-то удаленной n-элементарной ячейке. И благодаря этому выражению мы фактически можем поставить магнитную структуру во всем кристалле. Такое сложное название. Ну вот. С этим еще перелистываем далее. Пример определения магнитной структуры. Вот такое соединение. Это 0,5-титан-С2. Это тихий кабинет. Это переход на металла. Интеркалированный атом из железа. Концентрация 0,5. Это слоистая такая структура. И в щели между слоями, слои связаны с лабым-андерваксинским взаимодействием. Слои в щели между слоями могут быть интеркалированы магнитный атом. Эти магнитные атомы занимают какие-то специфические позиции. И в зависимости от концентрации этих атомов, от типа этих атомов, у нас в данном соединении может возникать целая серия различных магнитных структур. В нашем случае перед нами сделала задача понять, что же у нас за магнитная структура и установить магнитную фазовую диаграмму данного соединения. Обычно, когда ставится задача установить магнитную фазовую диаграмму, мы сначала снимаем магнитные характеристики. На данном рисунке вы видите температурную зависимость от С, от С магнитной восприимчивости. Она имеет две аномалии. Здесь температура НЛ, здесь температура. Еще одна аномалия, которую мы связываем с каким-то магнитным структурным фазовым переходом, с пиновой периметацией, исходя просто из вида кривой. Это температурная зависимость теплоемкости. Также видим две аномалии. 140 и 120 кг. Вот они видны. Задача заключается, теперь нужно сформулировать задачу для гетон-дифракционных экспериментов. Нам нужно определить магнитную структуру. Здесь понятно, что она парамагнитная. Магнитная структура между этими двумя температурами в этой области должна быть какая-то сложная. И затем после магнитного структурного перехода здесь она уже другая. Мы выбираем в общем случае три температуры здесь, здесь и здесь. И снимаем три нейтронограммы. Вот этот эксперимент. Поставляем чуть-чуть побольше нейтронограмм для наглядности. Парамагнитная область – это далеко комнатная температура 300 кг. Мы имеем голую структуру нейтронограммы, то есть рассеяния. Поскольку в парамагнитной области магнитные моменты никак не упорядочены, они хаотически разбросаны. Никакой магнитной периодичности у нас нет. Дефрагировать нейтроном не на чем. Я имею в виду магнитную часть рассеяния. Мы имеем чисто структуру нейтронограммы. Из этой картинки при 300 кг мы можем посчитать кристаллическую структуру данного соединения. Определить параметры ячейки, определить координаты атомов и соответственно углы. Далее начинаем охлаждать образец. Когда мы достигаем температуры 130 кг, это оранжевая нейтронограмма. Это уже ниже температуры нейтронограммы. Мы видим, что на нейтронограмме появляется магнитная сателлития. Помните, о которых я говорил? Дальше охлаждаем до 110 кг. Синие нейтронограммы. Магнитная. Во-первых, видим, что интенсивность сателлитов вырастает. Во-вторых, из этой увеличенной картинки видно, что еще и угловые положения этих сателлитов эволюционируют. То есть магнитная структура меняется. Существуют методики, это тема даже не отдельной лекции, а целой школы, которые позволяют по угловым положениям и интенсивности этих рефлексов рассчитать магнитную структуру. В общем-то, эти методики были применены, перевискиваем, что вот такая амплитная структура была получена. 130 кг, чуть ниже температуры мэра. В пример, фактически спиновой волны. Даже это нельзя назвать обычной спиновой волной. Это несоизмеримая амплитудно-модулированная структура типа спиновой волны. Мы видим, что у нас модулируется амплитуда магнитных моментов. То есть, если здесь практически нет магнитного момента, то если мы идем в это направление, видно, что магнитный момент по модулю увеличивается. Почему несоизмеримая? Несоизмеримая означает, что нельзя целым числом структурных элементарных ячеек описать магнитную элементарную ячейку. То есть, допустим, если у нас волновой вектор 1,3-1,3-1,3, это что означает? Это означает, что магнитная ячейка состоит из трех структурных ячеек в каждом направлении. А здесь волновой вектор 1,3-1,2,27. Получается, в одном случае чуть больше трех элементарных ячеек, в другом случае чуть меньше трех элементарных ячеек. Вот такая структура, которая называется несоизмеримой. Существует общая тенденция. При охлаждении, есть теоретические работы где-то показаны, при охлаждении несоизмеримые структуры эволюционируют и обычно превращаются в соизмеримые какие-то простые магнитные структуры, либо в антифазные намены. Есть работа, я не буду в это углубляться. Примерно этот эффект мы, в общем-то, и видим в нашем эксперименте. Если мы охлаждаемся до 110 кельвинов, то где-то в районе 120 кельвинов у нас происходит фазовый переход. И вот эта несоизмеримая структура сложная, она превращается в такой простенький антиферамогнетик с волновыми векторами 1,4 и 0,4. То есть вот эти вот параметры волнового вектора, они эволюционировали до соизмеримых значений. Это означает, что у нас по оси А магнитная элементарная ячейка составляет 34 структурных ячеек, и по оси С тоже самое. То есть она в четыре раза магнитная ячейка увеличена по оси А и по оси С. Далее. Итак, вот этот слайд, помните, я говорил о нем, когда мы заканчивали структурную часть. Теперь добавляем на этот слайд информацию о магнитного рассеяния нейтрона. Значит, из углового положения магнитных сателлитов мы определяем волновой вектор магнитной структуры. Из интенсивности магнитных сателлитов мы определяем взаимное упорядочение магнитных моментов и, в общем-то, тип магнитной структуры. И, наконец, по характерным размерам, по ширине магнитных рефлексов мы можем определить характерные размеры магнитных кластеров. Допустим, когда у вас не дальний магнитный порядок в кристалле, а этот дальний магнитный порядок разбивается на какие-то области ближнего магнитного порядка, их можно назвать нано-кластеры и так далее. Вот эти характерные размеры этих нано-кластеров, в общем-то, можно оценить из ширины магнитных сателлитов в нейтронограмме. У нас есть такая работа, но я убрал пример. Ну, в общем-то, на этом, наверное, все. Вот, я не знаю, будет ли ролик здесь работать и услышать ли вы звук, но попробуйте. В общем, финальные слова, которые я хочу сказать. Вы теперь получили представление о той деятельности, которой занимаются научные сотрудники лаборатории нейтронных исследований веществах в ФРМе. И, собственно, там, если вы видели первый слайд, там, часть авторов – это сотрудники кафедры физики конденсированного состояния на физическом факультете в университете. То есть путь вот в эту область науки, вообще говоря, для студентов, он бежит вот через кафедру физики конденсированного состояния. То есть если кому-то интересно заниматься этой тематикой, методами нейтронового рассеяния, магнетизмом, то, в общем-то, вы знаете, куда вам принять. Ну, давайте поблагодарим нашу группу. В какое-то время еще есть, вы можете задавать вопросы, если они есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить про… где не можно слайд? Там, кстати, не тронограмму, а не генограмму. Там есть пик очень большой аффективности, который на генограмме вообще никак не окружается. Сейчас, смотрите, вот назад, вот здесь. Это какой? Ну, получается, третий примерно. Вот этот вот, да? Да, да, да. Вот он маленький. А почему маленький? А потому что рассеивающая способность атомов для рентгена и для нейтронов разная. Те атомы, которые хорошо рассеивают рентгеновское излучение с большим числом электронов, для нейтронов у них совсем другие рассеющие факторы. Т.е. это идет вот из разницы сечений, дифференциальных сечений, конкретного рассеяния для нейтронов и для рентгенов. Т.е. просто по-разному атомы рассеивают. Это всегда, т.е. это обычное явление, вы меряете рентгенограмму, у вас одно распределение интенсивности, вы меряете нейтрон, у вас другое распределение интенсивности. Просто в силу того, что атомы по-разному рассеивают рентгены и нейтроны. Да, спасибо. Хороший вопрос. Все на этом вопрос закончили, да? Задавайте, не стесняйтесь, самые простые вопросы. Эта школа, вы можете звать самые глупые, самые простые вопросы. Я в статьях часто видел такие картинки, возможно, мы выбрали как раз с помощью рентгена полученную. Т.е. просто там набор как светящихся точек, порядочный. Это, насколько я понимаю, вот... Это, знаете, что... Откройте четвертый слайд. Четвертый, по-моему. Тоже это было, да? Нет, ниже, ниже, еще, 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 еще. Во! Вот это называется лава грана. Насколько я понимаю, она же дает изображение обратной решетки. Это фотография просто обратной решетки кристалла. То есть, когда мы можем в период решетки установить. Абсолютно точно. Параметры элементарной чайки. Прямо по фотографии, да, как вы делаете? Прямо по фотографии существуют методы, которые позволяют определить симметрию вашего кристалла. Во-вторых, параметры элементарной чайки. Единственное, что нельзя сделать по фотографии, ну, нельзя, а крайне затруднительно, это зафиксировать интенсивность этих рефлексов и, соответственно, вытащить из них структурный фактор и координаты атомов. То есть координаты атомов из вот такой фотографии вы не вытащите из фотографии. Но если вы делаете это все на современном оборудовании, то есть у вас, допустим, позиционно-чувствительный детектор, который записывает часть фотографии, ну, фотографирует обратное пространство, на позиционно-чувствительном детекторе, если точка, допустим, с повышенной интенсивностью, существуют алгоритмы, которые позволяют оценить интенсивность этого рефлекса, интегральную, естественно. Из интегральной интенсивности, учитывая там различные факторы, абсорбцию, экстинкцию и так далее, вы можете вытащить структурный фактор. А из структурного фактора вы можете уже достать информацию о координатах атомов элементарной ячейки. Это все делается сегодня и на рентгене, и на нейтронах. Ну, я не знаю, в университете у вас, по-моему, там собирались, я слышал 2D-детектора, нет? И сейчас собираются. И сейчас собираются. На 2D-детекторе такие эксперименты можно делать. То есть все современные материалические центры, они, вообще говоря, отрублены хорошими рентгеновскими дифрактометрами, которые позволяют работать с кристаллами, получать такую картинку только в электронном виде, при помощи встроенных алгоритмов, утаскивать интегральную интенсивность и получать весь набор структурных параметров. Такой дифрактометр сейчас стоит в институте оксинтеза? Да, да. Окс-Вадовский. Ну, институт оксинтеза, да. Вот это центр коллективного пользования? У меня есть опыт работы с этим дифрактометром в институте оксинтеза. Мы износили им кристалл. В общем, ничем оно не закончилось. Это не из-за дифрактометра? Я знаю, что это не из-за... Дифрактометра там приличный. Это, ну, из-за политики центров коллективного пользования ничем не закончилось. Потому что мне дали там голые данные, даже там не интенсивности там, ничего. Мне дали просто скриншоты программы, которая оперирует этим прибором. И сказали, ну, что-то тебе интересно вот из этих скриншотов. Андрей, ты тянешь никого стекла, знаешь? Ну, я доставал эту программу, то есть эту саму окс-вадовскую, которая обрабатывает это дело. В принципе, можно взять просто сырой набор носить чисел, и работать самому окс-вадовскую. Ну, можно. Можно. То есть этот путь один раз, один человек один раз, этот путь точно прошел. Ну, это значит, человек-герой просто, я считаю. Молодец. Нет, ну, в принципе, это путь какой-то. То есть, если есть задача, которая стоит того, чтобы потратить огромное количество времени, на то, чтобы, там, разобраться в этой программе, там, все-все-все, там, вытащить все эти чисто интегральные интенсивности, потом разобраться в фон-профиле и других программах, которые эффективно будут структурную информацию, то, как бы, это, в общем, реал. Тут я бы добавил одну вещь. Дело в том, что, вот, исходя вот, вот, глядя на эту презентацию, видно, что каждый 20 Пит, вот, в простом случае, это одно уравнение, да? Значит, для одного диактора одно уравнение. А у вас, вот, допустим, взяли 15 семейство плоскостей, ну, для кубика, 1-0-0. Вы можете же делать не 1-0-0, а 0-1-0, 0-0-1, значит, там, минус 1, там, 0-0 и так далее. Таких семейство будет много. Значит, вот, когда вы будете иметь монокристалл, вы от каждого из этих, вот, от каждого, не от всех их одним уравнением запишешься, а для каждого будет иметь, вот, подлинные уравнения. Поэтому количество уравнений возрастает очень сильно. Там много. Там собирается, там, тысяча рефлексов, там, бывает, там, умельцы, там, на низкосимметричных 10 тысяч, бывает, собирают рефлексы. И каждый рефлекс, и каждый рефлекс это уравнение. Когда у вас столько уравнений, вы можете себе позволить там, как бы, очень точно. Много чего позволить. В порошковых методах этот опыт, конечно, не проходит, но там есть, значит, некий, ну, как бы сказать, выход другой. Но я, наверное, не буду рассказывать, ты сам, наверное, скажешь про Ритфельда. Ты можешь сам сказать? Значит, ну, Александр Александрович совершенно верно заметил, что есть существенная разница между методами порошковой дифракции и между методами кристальной дифракции. Каждый метод имеет свои недостатки и свои преимущества. Значит, недостатки метода порошковой дифракции один из главных недостатков. Он заключается в том, что все дифракционные приборы, они имеют какую-то конечную функцию разрешения. Это означает, что рефлексы, которые находятся очень, системы плоскостей с очень близкими межплоскостными расстояниями, которые, там, отличаются буквально на сотые доли экстрема, они будут давать рефлексы на рентгенограмме или нейтронограмме друг рядом с другом. То есть, эти рефлексы будут накладываться друг на друга. И, фактически, то, что вы будете видеть, это будет какой-то суммальный рефлекс от двух пиков, которые какой-то сложной формы. Для низкосимметричных структур может получиться ситуация, когда у вас в один, примерно, ну, очень близкие углы на рентгенограмме дают вклад, там, пять, десять, пятнадцать рефлексов. И, вообще говоря, это непростая задача, как разрешить все эти рефлексы, то есть, как учесть вклад каждого рефлекса. Существует, так называемый, метод Ритфельда, метод полнопрофильного анализа, который, ну, вот как позволяется, кем боролся. То есть, фактически, в методе Ритфельда мы работаем с профилем рентгенограммы. Как это выглядит? Ну, в двух словах, будет ли это понятно или нет. Мы строим, вот у нас есть экспериментальные дифрактограммы, которые мы примерили. Дальше мы строим некую модельную дифрактограмму. Мы закладываем определенную структурную модель, и на основании этой модели компьютерная программа строит нам теоретическую рентгенограмму. А дальше программа сравнивает отличия между теоретической и экспериментальной. рентгенограммой. И по методу наименьших квадратов, меняя какие-нибудь структурные параметры, эта программа подгоняет теоретический профиль под экспериментальный. Вообще говоря, в таком методе можно пытаться разрешать рефлексы, но здесь все упирается в ту точность, которая вам нужна. Сегодня, если говорить о прецензионном определении структурных параметров, то, как сказал Александр Антонович, в этом смысле проще сделать, когда доступен кристалл, если у вас есть кристалл, конечно. Потому что не всегда есть монокристаллический образец. Если есть монокристаллический образец, проще сделать эксперимент на монокристалле. Потому что все вот эти рефлексы, которые на порошковой рентгенограмме накладываются в одну область рентгенограммы, в эксперименте на монокристалле они как бы уникальны. Вы выставляете угол от этого детектора, угол от омега, поворачиваете кристалл и записываете интенсивность одного рефлекса. То есть каждый рефлекс в монокристальной методике он уникален. Вы можете записать интегральную интенсивность каждого рефлекса, каждой точке обратного пространства в эксперименте на монокристалле. Это плюс монокристальной методики. Теперь минус монокристальной методики. Монокристальная методика, она, во-первых, у вас, как я уже сказал, не всегда есть монокристалл. То есть, когда есть, хорошо, когда нет, вы вынуждены работать с порошком. Второй минус заключается в том, что работы по определению микронапряжения, работы по определению текстуры, работы по определению микронапряжений, они возможны только для порошковых методов. Есть целый класс задач, которые можно решить только на монокристалле, информация там недоступна. То есть, в конечном итоге, вы должны все-таки руководствоваться вашей задачей. То есть, у вас есть задача с какой-то точностью найти структурные параметры. У вас нет монокристалла, естественно, вы делаете порошковый эксперимент. Дальше смотрите, может быть вам стоит забрать, если у вас структура какая-то высокосимметричная, и, в общем-то, нет никаких больших сложностей, пойдет любой дипрокрометр. Если структура низкосимметричная, большое количество накладывающихся рефлексов, тогда надо выбирать высокораздряжающий препар. Если у вас есть монокристалл, и вам нужно определить прецензионную структурную информацию, допустим, вот очень часто бывают задачи, когда нужно определить тепловые смещения атома относительных гидерных позиций. Они могут быть изотропными, они могут быть анизотропными, когда область, в которой фруктурует атом, она имеет форму, допустим, какого-то вытянутого героя, или еще какой-нибудь. Вот эти задачи лучше решать на монокристалле, потому что высшая точность. Во-первых, больше рефлексов уникальных, они ни с членом не накладываются, больше уравнений, как сказал Александр Богданович, и, в общем-то, у вас большая точность этого расчета. То есть, все зависит от задачи. Ну, большинство задач, они, в общем-то, с которыми мне надо было сдавкиваться, они решаются на порошке. Вот в моей практике была всего лишь одна задача, которую нельзя было выполнить на порошке. Это вот как раз монокристалл системы ЭТГ-Кобальт, который в том числе мы носили в институтах синтеза. Этот монокристалл мы верили сначала на рентгене, в шестерском брукере, не монокристалл мы верили, но мы верили порошок. Затем мы сделали эксперимент в Швейцарии на высокоразрешающем порошковом дефракторе для АЧРПТ у Дениса Шептикова в Пьесае. В общем-то, этот эксперимент показал, что структура вещества, ну, такая, какая описана в литературе, ничего нового там нет. Мы видели на температурных зависимостях теплоемкости и электросопротивления аномалию. Тогда мы решили, как бы, ну, надо вот с кристаллом, раз порошок начали вывать. Сделали эксперимент в институте оргсинтеза, итогов не было никаких. То есть там он был плохо сделан, этот эксперимент, мы плюнули на него. Сделали эксперимент в Заречном. Чувствительность и Заречный стихи в горах тоже не хватило. Наконец, на последнем шаге мы отправили монокристалл в национальной лаборатории ОКНЧ в США. У нас коллеги есть, которые работают на трехосиловом спектрометре. Был сделан экспериментом на кристалле. Там сумасшедшая интенсивность и там огромная детекторная система. Она величина вот эту комнату примерно, детекторная система по установке. То есть там окружает просто дифракционный. И на этом приборе мы увидели эффект. Там слабые структурные рефлексы. Просто чтобы оценить размерность, величину эффекта. Значит, интенсивность основных дифракционных максимумов была, даже не самых интенсивных, а порядка 50% интенсивности, это несколько миллионов каунтов, несколько миллионов импульсов. Величина эффекта, рефлекс от искажений структурных, которые мы увидели, была несколько сотен каунтов. То есть увидеть несколько сотен импульсов на фоне нескольких миллионов, это сложная задача экспериментальная. Вот это единственный пример, когда потребовался действительно вот такой хороший эксперимент на монокристалле. В остальных случаях порошка за глаза. Я восхищен вашим вопросом. Ну что ж, если вопросов больше нет, тогда давайте прервемся на 15 минут. Затем у нас Александр Натальевич Ситов.